Здравствуйте, уважаемые школьники! Вы, наверное, нас уже ждёте. Мы, наверное, сегодня задержались. Вышли, какая хорошая зимняя морозная погода. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. А между тем, тем у нас, скажем так, не зимние. Сегодня мы с вами узнаем про Ировую Пшеницу как основную проводность культуры зернового рынка. Расскажем вам об этом. Это Кринанский Крайзер наук Ясен Галерий Фёдорович. Могу с тобой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые школьники! Я рад вас приветствовать в прямом эфире. В таком месте есть возможность пообщаться с вами и представить основную культуру мирового земледелия зернового рынка Российской Федерации, Оренбургской области и Яровую Пшеницу. Обратите внимание на этот слайд, ежедневно. Значит, 2-3 раза в день, как минимум, мы берём рукой хлеб, руки хлеб употребляем и удовлетворяем свои потребности за счёт вот именно этой основной незначенной культуры во всех отношениях. Поэтому я думаю, что материал, который сегодня вы прослушаете, он будет вам весьма полезен, поскольку мы познакомимся с теми достоинствами этой культуры, основными проблемами при возделывании зерновых культур и Яровой Пшеницы и некоторыми технологическими особенностями этой культуры. Поэтому я вам предлагаю, вот тема лекции уже она обозначена, предлагаю следующие вопросы в такой доступной и понятной форме. Сегодня мы с вами пообщаемся и обсудим эти вопросы. Первый вопрос. Значение района возделания урожайности ровой пшеницы, некоторые морфологические и биологические особенности роста развития. Здесь мы с вами определим то многообразие форм пшеницы, которые существуют, и те основные формы и саха, которые возделываются у нас в России, в Оренбургской области. И некоторые технологические особенности, чтобы вы имели достаточно полное представление о том, как сегодня тяжело и как трудно в этих экономических условиях возделывать, заниматься вообще зерновым производством и возделывать из хозяйственной культуры, которая имеет более значимый вес. В структуре зерна нашей Оренбургской области является основной культурой, которую мы можем поставить и на рынок зерновой Российской Федерации, в том числе и на мировой рынок. Вы уже, наверное, знаете, что оренбургские пшеницы, оренбургский каравай славятся не только в Российской Федерации, но и в других регионах. И те иностранцы, которые приезжают и в Россию, и в Оренбургскую область, прежде всего, хвалят особенности именно этого хлеба. Значит, цель сегодняшней лекции, в общем-то, дать вам общее представление по морфологическим и биологическим особенностям роско-развития и особенностям отделания пьеровой пшеницы в Оренбургской области. Обратите внимание вот на этот слайд, высказывание одного из основоположенков российской науки, Климента Аркадия Читимиязера. На сегодняшний день, к сожалению, земные специальности, это эпи-агроном, технолог, инженер, экономист, бухгалтер, все они несколько в таких условиях ущемлены в том плане, что развитие отрасли и аграрного производства имеет определенные трудности, если не сказать больше, испытывают серьезный кризис во всех отношениях. И вот тот мировой финансовый кризис, как раз он наложил свой серьезный отпечаток и на развитие аграрного сектора. А именно, вот возделывающие землю, то есть те люди, которые работают на этой земле, конечно, являются опорой всей нации. И сегодня я вот встречался буквально несколько минут назад с главными агрономами, которые приехали на Олимпиаду, фирму «Август». Вот как раз шел очень серьезный дискуссионный разговор о тех проблемах, которые сложились в аграрном секторе и те особенности, которые были в 2010 году, острейшая засуха, значит, со всеми вытекающими последствиями. И вопрос встает о очень серьезном продовольственном кризисе, о том, как же прокормить все возрастающие населения не только, скажем, у нас в Российской Федерации, но и за пределами. Я должен сказать, что по международным оценкам, я ссылаюсь на данные ФАУ, это продовольственная организация «Прион», на сегодняшний день из более чем 6 миллиардов человек недоедает или остается дологом ежедневно примерно около 1 миллиарда человек. То есть каждый шестой житель нашей планеты недоедает или голодает, то есть недополучает тот минимум, который он должен покрывать своей жизненной функцией. То есть примерно на человека в сутки мы должны укреплять 2-2,5 тысячи килокалорий вместе с продуктом питания и не менее 17% этой калорийности должен приходиться на хлеб. Хлеб – это, конечно, уникальный продукт, который обладает хорошими вкусовыми свойствами и случайно его называют «восьмым чудом света». С чем это связано? Ну, во-первых, он не приедается. Каждый день мы его можем употреблять. И так сложилось в Российской Федерации и у нас в Оренбургской области, что по потреблению хлеба и хлебобулочных изделий мы впереди, опять же, идем планетой всей. В среднем заход каждый человек у нас в Оренбургской области потребляет примерно 152 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий. Это очень большая цифра. Если мы сопоставим это с альниканцами, скажем, с европейцами, те же немцы, они потребляют всего лишь хлебобулочных изделий в пределах 70-80 килограмм. То есть основной суточный рацион мы получаем за счет углеводной пищи, потому что хлеб основной массы уставляет, конечно, углеводы, меньше белки, еще меньше жиры. Поэтому яровая пшеница – это та культура, которая имеет самое разностороннее использование. Ну, представим себе, что из хлеба, вернее, выпекается порядка тысячу видов хлеба. Из зерна пшеницы делают манную крупу, из зерна твердой пшеницы различные макаронные изделия, спагетти и так далее. Значит, большая часть зерна идет на переработку для получения муки и всевозможные кондитерские кулинарные изделия, которые мы также употребляем. Техническое значение зерна пшеницы, оно тоже известно. Из зерна пшеницы можно приготовить высококачественный спирт, крахмал. Кроме этого, сейчас, в последнее время, в связи с энергетическим кризисом, особенно в тех регионах, где, скажем, дефицит углеводородного сырья, прежде всего, нефти, здесь используют зерно не только пшеницы, но и других культур для производства биоэтанола. Поэтому перспектива развития аграрной отрасли и расширения площади, оно связано с тем, что не только увеличивается численность населения, потребности продуктов питания, но и в связи с техническим использованием. То есть это вот дает основание на то, что, скажем, и в Российской Федерации, и в Оренбургской области мы должны расширять посевные площади, увеличивать урожайность, валовые сборы, с тем, чтобы можно таким разносторонним использованием повышать экономику и рентабельность арсеноводческой отрасли. Кроме этого, пшеница обладает лечебными свойствами, потому что содержание жиров зародыша достигает 35-40% проростки. Пшеница также обладает повышенным содержанием всевозможных терминных витаминов, они используются в элементах препаратов БАДА, которые вы тоже, может быть, как используете, или родители ваши используют. Ну и побочные продукты кормового значения, то есть это отруби, которые получаются при переработке зерна пшеницы, значит, используются в комбикормах промышленности, используются для непосредственно скармливания скота. И плюс солом, это побочный продукт, который мы получаем при возделывании пшеницы, он также используется для различных целей. Можно использовать и как в качестве подстилки, в качестве грубого корма, кстати, в 100 килограмм соломы по питательности содержит примерно 0,2 кормовые единичные, что также имеет достаточно хорошие кормовые свойства, а такие группы животных, как КРС, они просто без соломы не могут, то есть они должны. Вот я хотел бы представить вашему вниманию мировой баланс зерна, для того, чтобы расширить, скажем, ваше представление, как же все-таки мы используем то зерно, которое мы получаем. Я вам должен сказать, что 5 культур мирового земледелия не следующие по значимости. На первом месте, конечно, стоит пшеница, я имею в виду различные формы. И озимая яровая пшеница занимает площадь порядка 228 миллионов гектаров. Вы представляете, 228 миллионов гектаров на зимовом шаре занимает посеву пшеницы. На втором месте по площади занимает культура рейс, она не традиционна для нашей России, но вы знаете, что 2 трети населения земного шара основным продуктом считают рейс. И когда, скажем, в качестве такой шутки спрашивают вопрос у россиян, скажем, как вы живете, но ответ, наиболее распространенный, более-менее сносно. На второй вопрос, и как долго будет это продолжаться, значит, кто-то ответил, что до тех пор, пока китайцы не поймут, что рис это всего лишь гарнир. С одной стороны, это шутка, казалось бы, да, а с другой стороны, очень серьезные изменения происходят в питании, вообще, вот, в мире. И китайцы уже, извините, они могут себе позволить не только чашку риса, а рис, кстати, по-калорийски и по содержанию крахмала уступает, скажем, пшеница, и у них в структуре питания морепродукты и высокобелковые продукты, они могут себе это позволить, потому что экономика китайская стремительно возвращается, развивается. Но все-таки вернемся ближе к нашей теме и посмотрим вот на этот слайд по мировому балансу зерна. Обратите внимание, потребление в мире вот на 6 миллиардов с небольших, да, составляет 1 миллиард почти 900 миллионов тонн общий баланс зерна. В этом балансе на долю пшеницы приходится около 30%, ну, чуть меньше, 30%, примерно 620 миллионов тонн занимает зерно пшеницы. И поэтому по распределению, куда же мы используем вот это вот зерно, необходимо отметить, что прежде всего на пищевые цели почти 50% произведенного зерна идет для пищевых целей. А мы уже выше говорили, куда и что используются, второе, на кормовые цели. Все-таки производство зерна не только удовлетворяет продовольственные потребности человека, но является еще основой для кормления сельскохозяйственных животных. Вы должны молоко производить, мясо производить, естественно, кормовые цели. Почти 36% зерна тратится именно на кормовые цели. Значит, техническая переработка, о чем я говорил, там, крахмашка, это небольшой, снимает примерно 4,6%. Это немного. Но обратите внимание, вот нижняя строка, где указаны потери. Потери в миллионах тонн при транспортировке, уборке, хранении достигает почти 4,6%. Это столько зерна, вот если взять в физическом весе, порядка 85 миллионов тонн, это столько, сколько производит Россия в лучшие времена. Ну, например, скажем, 97-й год валовый сбор зерна в России был 88 миллионов тонн, он был наиболее благоприятным. А следующий год, 98-й, значит, он был крайне неблагоприятным, и валовый сбор зерна в Российской Федерации составил всего 47 миллионов тонн. Представляете, какие скачки. Аналогичные примерно закономерности он должен привести и по 2008-му год, и по 2010-й год. Вот такие контрасты. Это о чем говорит? О том, что зерновая подпись и основная ее культура находятся, возделываются в таких условиях крайне экстремальных. И поэтому колебания урожайности валового сбора, они как раз и способствуют вот тем негативным моментам, которые происходят в целом мире на зерновом рынке. Да. Поэтому мы с вами рассмотрим следующий момент. Во-первых, у нас в Ритмургской области карта вот здесь была 6 миллионов 200 тысяч гектаров башни. Это огромная территория. Я вам хотел показать вот эту карту. Посмотрите, здесь вот выделены на территории 7 природно-климатических родных сельскохозяйственных зон, которые имеют различные почты на полдородье. Значит, несколько отличается климат. То есть, протяженность области в 1100 километров с запада на восток и с севера на юг в 150 километров накладывает свой серьезный отпечаток. И поэтому при размещении основных посевов сельскохозяйственных культур, конечно, учитываются те или иные условия. Но яровая пшеница в этом имеет преимущество. То есть, ее разделывают во всех сельскохозяйственных зонах в нашей Оренбургской области. И основные посевы в России сосредоточены в зоне Южного Урала, в Пауложье, в Восточно-Западной Сибири. Это те регионы, где крайне засушливые условия, резкоконтинентальный климат и растения испытывают в определенные периоды жесткий климатический стресс. Поэтому в этих условиях чем мы славятся в нашей Оренбургской области? Мы получаем высококачественное зерно с повышенным содержанием белка, с повышенным содержанием клейковины, а клейковина это показатель, который определяет технологические качества, прежде всего, качество хлеба, его выход, пористость. Когда вы берете в магазине хлеб, вы, конечно, обращаете внимание на высоту, на пористость хлеба, на запах и так далее. Это вот основные показатели как раз и характеризуют нам пригодность, скажем, и качество хлеббулочных изделий. Итак, у нас в Оренбургской области на долю яровой пшеницы приходится примерно полтора миллиона гектар. Это из шести миллионов гектар пашни полтора миллиона занимает яровая пшеница. Преимущества при возделывании яровой пшеницы имеют два вида. Мы ниже о них остановимся. Пшеница мягкая, которая идет в основном на выпечку хлеба, хлеббулочных изделий. Пшеница твердая. Это макароны, пермишели, спаргетти и так далее. К сожалению, на долю твердой пшеницы не более 10-11% от площади приходится и в последние годы решительно сокращается площадь под этой культурой. Это связано с тем, что не хватает предшественников качественных, не хватает предшественников качественных трудностей определенных при возделывании и так далее. обратите внимание на химический состав зерна этих двух важных пшениц. Пшеница мягкая или пшеница твердая. По содержанию белка конечно преимущество имеет твердая пшеница до 16%. А пшеница выращенная у нас в Оренбургской области по определению профессора Иоаннии Иоанна Петровича достигает 20-21%. То есть твердая пшеница выращенная на Южном Урале и в Оренбургской области пользуется особым спросом на мировом рынке и за тонну такой пшеницы качественной твердой пшеницы на сегодняшний день можно получить 400-450 долларов. При цене скажем за обычную продовольственную пшеницу 280 долларов. То есть здесь экономическая заинтересованность она очевидна. И конечно если сопоставить с другими культурами и рожей, и чмин, и особенно рис обратите внимание 7,6% белка он заметно проигрывает пшенице и поэтому для нас россиян и нас жители Оренбургской области хлеб это основа нашего питания. Вот перед вами растение растение пшеницы которое имеет такое вот общее строение. Мы не будем достаточно подробно разбирать строение хлебных златов мы остановимся немножко дальше. Вот качественный состав пшеницы который определяется он имеет три такие группы пшеница сильная пшеница ценная и пшеница она называется слабая или рядовая вот здесь вот значит три основных показателя которые положены в основу классификации содержания белка клейковины здесь еще не указана группа качества клейковины я вам сразу должен сказать сырая клейковина это водонерастроимый белок в основном это глютинины и глиотины белки которые информируют хлебпекарные свойства пшеницы по макологической классификации яровая пшеница относится к семейству мятер латинское название по акции читается род пшеницы третий пол третий пол достаточно большое разнообразие этого рода которые представлены видами пшеницы здесь вот указано 30 видов пшеницы которые и основные здесь они указаны я хочу сказать основной ботаник который предложил классификацию вот жуковский он выделил в основу своей классификации были положены генетическая классификация то есть число хромосом половых клеток пшеницы вот если вы изучали биологию наверняка вы знаете что n для пшеницы равно 7 поэтому в основу генетической классификации как раз и выделены эти 4 генетические группы скажем диплоидная пшеница двойной набор 2n равно 14 тетраплоидная пшеница к этой группе относится пшеница тверда значит гексаплоидная пшеница 2n равно 42 сюда относятся пшеница мягкая и оптоплоидная опт это 8 значит вот серии 8 56 поэтому 2n равно 56 значит по этой классификации очень хорошо можно выделить ту или иную ту или иную пшеницу и соответственно генетическую группу вот посмотрите перед вами дикая арня зернятка вообще эта культура пшеница она наиболее древняя если мы посмотрим историю то первые такие письменные упоминания о возделывании пшеницы относятся к 6-7 тысячелетию до нашей эры вот существовало такое государство Шумер между Тигром и Ефратом вот первые жители или жители этого государства Шумера они как раз начали возделывать целенаправленно пшеницу используя скажем так народную селекцию селекция это вот отбирали лучшие растения из дикорастущих и уже искусственно они кстати изобрели лук и селинку и с этого момента идет отсчет возделывания скажем культурных видов в том числе и пшеницы это на территории скажем современного Ирака Сирии Иордании это наши Кавказские республики Армении Грузии там до сих пор кстати в снимке здесь сделано до сих пор находят заросли дикий корм вот дикая однозернянка пшеница достаточно интересная вот представлены видите как она растет в основном в каждом колоске у пшеницы по одному зерну поэтому оно называется однозернянка есть еще и культурная однозернянка многообразие видов и он просто условно быстро Мы пролистаем всем, чтобы вы посмотрели. Вот дикая пшеница Урарт, это тоже диплоидная пшеница, которая относится к группе диплоидных пшениц. Вот культура однозернянка, это тоже диплоидная пшеница. Очень плотный колос, сплюснутый, скажем, с лицевой стороны, широкая боковая сторона, колос остистый, то есть обладает высокой заскоустойчивостью. Это уже оккультурная однозернянка. Значит, вот халтская пшеница, у нас в области такая не возделась. Вот дикая однозернянка, путем скрещивания это мы уже пришли к культурным видам. Пшеница Тимофеева или Зандули называется, тоже интересный вид пшеницы. Калхитская пшеница, вот культурная однозернянка, возделывалась примерно в 30-40-х годах прошлого столетия на территории бывшего Советского Союза. Вот, но неприхотливый вид, достаточно заскоустойчив, мало поражается болезнями-вредителями, и поэтому его возделали. К сожалению, значит, при дальнейшем испытании, конечно, сорта и относящиеся к виду твердой мягкой пшеницы, они, конечно, по урожайности значительно выше. Вот основной вид пшеницы, которая относится к тетраплоидной группе, это пшеница твердая по латыни, третий кум дуру. Обратите внимание, очень плотный колос. Колос в основном имеет остистые формы, да? Смотрите, какое выполненное крупное стекловидное зерно. А вот такое зерно как раз и ценится, идет для изготовления, предоставления качественных макарон, спагетти, вермишели и так далее. Ну, эти пшеницы, вот посмотрите, тургидная пшеница, видите, какое многообразие. Вот трить кум, полоникум пшеница польская. Значит, пшеница спельта. Вот пшеница мягкая. Это второй вид после твердой, а по сути это первый вид. Наиболее распространенная пшеница мягкая. В основном это хлеб, хлебобулочные изделия. Обратите, более рыхлый полос. Значит, лицевая сторона полоса значительно шире и боковой. Бывают кестистые формы и безостые формы. Ну, карликовая пшеница круглозерная широкого распространения не имеет. И я еще вот что хочу сказать. Значит, в курсе биологии вы изучали центры происхождения культурных растений по Вавилову. Их 8 центров, если вы помните, да? Роль из-за слова Николая Ивановича Вавилова, она очень большая. Он является теоретиком и крупным селекционером, биологом, растеневодом. Под его руководством был у нас создан Всесоюзный институт растеневодства ВИР, где он был долгое время. Под его руководством проведено несколько экспедиций и собрана уникальная коллекция семян растений. Эта коллекция раньше находилась в Ленинграде, сейчас это Санкт-Петербург. В настоящее время она находится в Краснодаре. Это специальное хранилище. То есть, по стоимости западных экспертов, на сегодняшний день, вот та коллекция, которая собрана, я вам сейчас ниже покажу, оценивается американцами в 8-10 миллиардов рублей. То есть, она не самая большая в мире, но по ценности собрана уникальная коллекция семян, которая служит источником для генетики, селекции. То есть, это генофонд уникальный. И вот в прошлом году мы отметили 60-летие Победы в Великой Отечественной войне и вспоминали не раз, что 90 суток блокадного Ленинграда жители умирали с голода, нечего было, значит, кушать. И сумели сохранить вот эту коллекцию, это несколько тонн пшеницы, семян пшеницы других растений, но все-таки они смогли сохранить сыновь свою жизнь. Вот представляете, какая ответственность и мотивация у людей, что они знали, что вот это вот для будущих поколений бесценное собрание этих. Вот посмотрите разнообразие. На первом месте по числу образцов генетиков, конечно, в Соединенных Штатах Америки, на втором Китае, Индии, Россия находится вот на четвертом месте. Но эта коллекция достаточно уникальная, и в современных методах селекции генетики она используется. Я не буду вам говорить отличие мягкой и твердой пшеницы по колусу, это чисто узкая такая специальная, скажем, таблица, в которой представлено, но тем не менее, если вы, скажем, бывали или смотрели зерно, как убирали, на таком где-то были в стадах, значит, очень легко отличить твердую и мягкую пшеницу, как по колусу, так по зерну, потому что твердая пшеница обладает более крупным зерном, повышенной стекловидностью, плотным колусом, длинными остями и так далее. Здесь много признаков. И вот из того многообразия видов, которые мы с вами посмотрели, два основных вида, то есть пшеница мягкая и пшеница твердая, в свою очередь, насчитывает значительное количество, большое количество разновидностей. Эта таблица достаточно сложная для понимания, но я вам несколько хочу просто назвать, чтобы вы поняли, что современный агроном-технолог должен обладать богатой информацией и знать очень много. А основа – это биология, которую вы изучаете в школе. Так вот, для определения разновидностей используются различные признаки. Вот они здесь указаны, четыре основных признака. И основные разновидности, вот, может быть, вам непонятны, но я несколько прокомментирую. То есть, вот в разрезе видов, пшеница мягкая, например, мы выделяем основные разновидности, которые специалист должен легко определить вот по этим признакам. Например, разновидность, так называемая, альбидум. Альбинос – это носители светлых признаков, то есть белые окраски. Так вот, разновидность альбидума пшеницы, сорта, которые относятся к этой разновидности, имеют и белую окраску колоса, и белое зерно. Значит, если это осистая форма, то, вернее, безостая форма, то и неопушенные колосковые чешуйки. Здесь очень много... Вот обратите внимание, Барбаросса. У вас какие-то ассоциации, наверное, есть, вы изучали историю, да, опять же, связанную с войной. Я не хочу этого касаться, но, тем не менее, вот, чтобы вы не путали, Барбаросса названа в честь военачальника греческого, который не проиграл ни одной войны. Значит, те сорта, которые возил у нас, в Оренбургской области, они в основном относятся с мягкой пшеницей, вот, разновидности, альбидум и лютестанс. В мировом земледелии больше сортов относятся именно к этой разновидности. У лютестанс все те же признаки, кроме одного, красная краска зерна. ну, есть твердая пшеница, две разновидности. Вот, это разновидность левокорум, значит, и разновидность, вот, на первом месте, гордые корми, может быть, это не совсем понятно, но, эта разновидность тоже преобладает. вот, вот, эта разновидность, здесь видно, белое зерно, вот, можно легко. Вот лютестанс, видите, уже сразу, те же самые признаки, кроме одного, окраски зерна. Значит, и другие разновидности, греков, эритросферов, и другие. Вот, посмотрите, пшеничное поле, значит, которое здесь представлено, легко определить. Теперь, зная, определенные морфологические признаки, и видовое наснообразие, вам уже, я думаю, не составляет большого труда, значит, бывая, скажем, в поле, проезжая мимо, вы уже можете как-то сориентироваться, что это действительно пшеница. Итак, из биологических особенностей пшеницы, какие же все-таки требования предъявляет пшеница к условиям роста и развития? При разработке технологии возделывания мы должны обязательно учитывать биологические особенности. Что такое биология и вообще биологические особенности? Это требования, которые предъявляет любая культура, в том числе пшеница, предъявляет к условиям произрастания, то есть к температурному режиму, к условиям влагобеспеченности, к плочным условиям, к предшественникам, к особенностям питания и так далее. То есть, знание особенностей биологии, знание особенностей роста развития этой культуры как раз позволит специалисту выстоять правильную технологию. Мы этому вопросу коротко коснемся, но забегая вперед, чтобы выучить качественного технолога, агронома, который будет пользоваться спросом на рынке труда, он будет предлагать свои знания, умения работать на земле, требуется как минимум 3-5 лет производственной работы, когда он уже, скажем, на производстве непосредственно будет осваивать и внедрять те знания, которые он имеет. вот дальше. Давайте мы ее пропустим. Если посмотреть по потребности пшеницы в тепле и прорастания, то эта культура достаточно холодостойкая, надо отметить. Вот, посмотрите, пшеница, рожьи, ячмени, основные зерновые культуры, которые возил у нас в области. Для прорастания не требует минимальной температуры. Плюс 1-2 градуса уже достаточно для начала прорастания. Для того, чтобы появились исходы, конечно, нужны более высокие температуры. Это 4-5 градусов. Это минимальная температура. Оптимальный режим оптимальный режим несколько выше. То же самое и количество воды, которое необходимо для прорастания семян на первом этапе. Вот, посмотрите, семена это живой материал, который обладает рядом качественных показателей. Прежде всего, такие показатели, как скорость семян, энергия прорастания, силы, рост, жизнеспособность и другие показатели. Так вот, для того, чтобы, скажем, пшеница мягкая, процессы ростовые начались, зерновка должна не менее 50-60% от массы воздушных сухих семян поглотить. То есть, сосущая сила семян очень высокая. Если сопоставить это, то она составляет примерно 50 атмосфер. Это очень высокая. Для твердой пшеницы количество воды требуется больше, на 5-7%. С чем это связано? Это связано с тем, что по химическому составу пшеницы богаты более белков. Белки более высокоммегулярные соединения требуют большее количество воды. Конечно, есть и глубивую культуру. Представьте себе хлопчатник, рис, арахис, кунжут, те культуры, которые у нас не растут. Минимальная температура для появления исходов у них плюс 14-15 градусов. Это очень высокие температуры. поэтому знание биологических особенностей, чтобы нам закончить этот вопрос, оно дает правильное представление строить технологии возделания. Поэтому вот это должны четко усвоить себе те, кто приходит к нам учиться. Я хочу вам представить опытное поле нашего аграрного университета, нашей кафе растеневодства, где мы вместе со студентами проводим соответствующие исследования. Задачи у нас в области исследований, в области науки они ставят очень широкие, мы решаем различные вопросы, и каждая кафе решает свои вопросы. Мы растеневоды, конечно, изучаем и сортовые особенности, различные элементы, технологии и так далее. Обратите внимание, вот здесь мы изучаем особенность роста развития яровой пшеницы, зерновых культур, в том числе яровой пшеницы. Это вот в начале вегетации, начало июня, где здесь представлены опытные делянки при возделывании различных сортов яровой пшеницы. Вот, вы смотрите, это пшеница, которая находится в базе начала выхода в трубку, то есть растения уже получены в сходы, достаточно хорошая густота и полнота в сходах, растения хорошо себя чувствуют, обратите внимание, значит, засоленность минимальная, состояние растений достаточно хорошее, высокая обеспеченность азота, это примерно 4,5-5%, значит, нет вредителей, нет болезней, это уже признак здоровых растений. вот наши делянки площадью 160 квадратных метров, значит, где изучаются различные сорта, их экологическое испытание проводится, вычленяются лучшие, значит, проводится структурное определение показателей урожая, и потом уже мы можем научно обосновать и рекомендовать производству тот или иной сорт, те или иные элементы. Вот, главные услуги это вот те полевые опыты, которые мы закладываем, они дают нам научное представление о преимуществах и недостатках того или иного сорта. Здесь вот очень хорошо видно разные биологические сорта ячменя, которые представлены, даже покраски выделяются. Вот здесь полнота всходов достаточно очень хорошая. Примерно мы имеем здесь на одном квадратном метре 380-400 растений. Посмотрите, значит, нет свободного пространства, вот только защитные делянки выделяются. Здесь вся площадь занята растениями, то есть здесь идет максимальное использование солнечной энергии, то есть фотосинтетически активной радиации, максимальное использование ресурсов влаги, которые находятся в площади, используются только растениями, нет производительных потерь. И, конечно, если мы создаем нормальные условия с минеральным питанием, если мы защищаем посевы от вредителей и болезней сорняков, конечно, мы можем рассчитывать на хороший высокий вырожай экономические показатели. На сегодняшний день при возделывании яровой пшеницы прежде всего целесообразность использования тех или иных приемов определяется и экономической окупаемостью и целесообразностью. Поэтому это вот главный фактор. Обратите внимание, вот пшеница, да, это тоже наше опытное поле, но уже фаза после цветения это налив и формирование зерна, идет урожайность здесь 4 тонны с гектара, то есть 40 цепетров. Впечатляет это на нашем поле 2007 год, не 2010 год, конечно, но на что я обратил ваше внимание, посмотрите, вредителей здесь нет, значит, засоренности минимальные, то есть сорняков практически нет. Если мы имеем, если мы имеем вот на этом поле 400 продуктивных стеблей в расчете на один квадратный метр, 400, вот, и выход с одного полоса один грамм зерна для расчета как раз имеем 4 тонны, 40 центнеров зерна с гектара. Когда получаем такой урожай, конечно, мы можем вполне купить те, скажем, затраты, которые мы вкладываем сюда, и мы можем эффективно вести зерновое производство и получать экономические прибыли. Поэтому вот такие вот посевы, конечно, это вот уже другое состояние, это как раз период восковой полной спелости, перед уборкой непосредственно, когда растения полностью теряют зеленую окраску и уже готовы к раздельной уборке. Вот, посмотрите, зрелая колося, которую уже можно убирать и использовать. Теперь в оставшееся время особенности технологии коротко поступают к нам ребята, да, и мало кто представляет, что основное их значение, почему нужно знать биологию хорошо, почему нужно знать и химию хорошо, потому что на сегодняшний день он и к технологии предъявляются очень серьезные требования. То есть, что такое технология, агротехнология, которая используется в России и в России. То есть, это совокупность всех средств, способов и приемов, которые обеспечивают получение растеневодческой продукции. Это не просто так, скажем, набор какой-то, это набор выстроенной, логически выстроенной, обусловленной, которая направлена на реализацию биологических потенциалов, генетических потенциалов, культуры, сорта в целом, чтобы получить максимальную отдачу. Поэтому использование современной техники это тоже основа получения высококачественного урожая. Начиная с 2000-х, с 2001-го года у нас на территории Оренбургской области идет самая широкая модернизация так же промышленного комплекса в отрасли растеневодства. Мы приобретаем современную технику и уборочную технику. Вот, посмотрите, отечественный комбайн, скажем, там, Верха, Тару, Сильмашин. Значит, у нас много работает импортные техники, ну, скажем, класс комбайн, который стоит от 8 до 11 миллионов рублей. Это пассивные комплексы современные, которые широкозахватные, от 12 до 18 метров мы использовали. Это новые современные машины для почвы, обработки и так далее. Конечно, они имеют высокую стоимость, но для их эксплуатации, конечно, прежде всего, нужны квалифицированные и механизаторы, нужны технологи агрономы, нужны экономисты, нужны менеджеры, которые будут реализовывать полученную продукцию, которые будут ее перерабатывать и так далее. Все это предъявляет повышенные требования. Почему? Потому что растеневодство базируется на стройке биологических законов. Основные законы, вот перед вами, их всего три закона, которые являются в основе жизни и формирования урожая. Это закон минимума, так называемый, оптимум, максимум, закон незавидимости и равнозначимости факторов и закон одновременного действия факторов. Вот три закона биологических, которые определяют рост развития и продуктивность культуры. Я не буду касаться классификации факторов, а все условно факторы, которые влияют на рост развития и продуктивных растений, они делятся на три группы. Посмотрите, пожалуйста, нерегулируемые, к сожалению, большинство мы никак не можем частично регулировать, когда можно в какой-то степени возделывать больше или меньше. Ну, например, влажность, воздух, ферцинозе, посредством устройства лицезащитных полос. Вот, посмотрите, всего лишь те регулируемые факторы, которые находятся в руках ученого, агронома, скажем, технологии, которым можно воздействовать. Поэтому сегодня технологий их очень много, значит, они ресурсосберегающие, к ним предъявляются самые повышенные требования. Вот, энергосберегающая технология, энергосберегающая технология, энергосбережение, значит, предполагает сокращение затрат до 30% в общих затратах на технологии возделания, связанные с использованием современной техники. А что такое 30% экономии энергозатрат? Ну, представьте, сегодня уже дистоплива стоит около 30 рублей, хотя мы имеем уже данные о том, что товаропроизводителям будет по льготной цене отдаваться, но тем не менее 30% кредит экономии затрат, это очень существенный факт в технологии возделания. Вот, используя такую технику при обработке, смотрите, стоимость до 700 рублей, представляете, какую ответственность нужно иметь, выбрав ту или иную стратегию и выстроить ту или иную технологию, потому что каждый элемент технологии имеет определенную свою стоимость. Посмотрите, современная техника, которая используется, вот ландшафт, мы со студентами выезжаем, кстати, постоянно, нас пятый курс на специализацию в 2010 году, в сентябре, были в Ильинке Октябрьского района. Посмотрите, люди на какой технике работают. Это вот агроном-выпускник нашего 95-го года, 15 лет уже, посмотрите, закаленный, подготовленный специалист, который получает достойную зарплату, но, извините, он и ведет все товарное производство. Это вот техника современная, которая используется для почвообработки, значит, машины для прокравливания и подготовки семян, они используются, вот посмотрите, для того, чтобы просто подготовить тонну семян, пропустить через это, примерно в пределах 100 рублей каждый тонн откорится. Теорию, значит, посева я вам тоже опускаю, ввиду времени. Значит, вот посмотрите, сегодня у нас самые современные технологии, в том числе и лучпозик в нашем опытном поле применяется с использованием современных систем навигации и то же самое. Значит, компьютер вы должны знать хорошо и использование планаса, GPS-а позволяет внедрять элементы точного земледелия. Я не буду касаться этой теории, это отдельные лекции по элементам точного земледелия, но вот здесь как раз представлена, скажем, машина для внесения минеральных удобрений, которая по почвенной карте, внесенной в бортовой компьютер позволяет распределить в разные участки поля разное количество элементов питания с учетом естественного полгородства. Представляете, какие задачи решает современная техника. Это вот опрыскатель, который вносит, скажем, почвенный гербицид раундап, используется для посева зерновых культур, скажем, тоже кукуруза на зерно других культур. Все это сегодня стоит очень больших денег и в целом внедряя ту или иную технологию на посевах и рабочие места, посевах зерновых культов. Мы должны четко просчитывать все варианты и выбирать наиболее оптимальные с тем, чтобы эффективно использовать любящие средства. Сегодня на рынке присутствует достаточно много разных производителей, вернее, разных предложений по средствам защиты, я имею в виду, по технике, но сложность и проблемы аграрного производства, они очевидны. Мы по заявлениям премьера министра Путин Владимировича, что он сказал, что в этом году товаропроизводители с учетом его приятного предыдущего года не останутся, в виде государства поможем и с приобретением семян, с приобретением горючих масочных материалов. Почему? Потому что мы должны знать, что хлеб всему голова. И для того, чтобы мы чувствовали себя и чтобы обеспечить нашу продовольственную безопасность, мы должны заниматься производством. Все-таки Оренбургская область это регион, где 40% населения живет в сельской местности и наши площади позволяют увеличить производство зерна Оренбургской области. И мы можем как раз быть тем регионом, который обеспечит как раз удовольственную безопасность в Российской Федерации. Так что я в основном закончил. Если есть у вас какие-то вопросы, то мы готовы ответить. Спасибо. Вопросы от наших школьников поступают пока тихо. Видимо, холодно не только в Оренбурге, но и в всей области. Поэтому пока я задам несколько вопросов от себя, которые у меня походу легче появились. А те, кто вас служит, видят, не стесняйтесь разливать пальцы, рукой и пишите на вопросы. Я с тобой задам. Такой вопрос касается касаемо текущей зимы. Она сначала была малоснежная и теплая, холодный снег появился, но все же ваш прогноз с чем подойдет к силу яровых, то есть насколько больше будет готовлено к силу яровых. Хорошо, спасибо за вопрос. Вопрос действительно важный и актуален. Буквально вчера был такой праздник народный, по которому прогнозируют что же будет, какая будет весна. Если судить в народном приметах, то весна будет затяжная, прохладная, а лето будет жаркое. Поэтому, исходя из этих соображений, мы планируем так, что весна будет несколько растянута, но с одной стороны это хорошо, если будут выпадать осадки, а вот жаркое лето прогнозируется не только у нас на территории Российской Федерации, но и в целом в европейской части, на европейском континенте. Поэтому мы ожидаем так, что год будет не вполне благоприятный, но я думаю, что не будет таким, как год 50-й год. Тем более, что в этом году мы посели значительно меньше озимых, хоть у их поселенных всего меньше 300 тысяч, из 700 запланированных и состояние озимых на сегодняшний день у нас в целом неудовлетворительное, то есть примерно половина этой площади, 50 процентов, придется пересевать. а это, вы понимаете, дополнительные затраты и это все накладывают серьезные. Объем работы увеличивается, естественно, здесь отрицательные несколько моментов. вопрос попросил, а какие сорта и ровшиницы наиболее способны в Оренбургской области при гаде, или кандаре? У нас сорта в Оренбургской области, вот как раз они есть, я немножко не успел в связи вот со временем рассчитать, но если посмотреть список сортов, которые рекомендованы кавасилам, то у нас их около 30 сортов. Представляете, такое разнообразие. Вот здесь представлены всего лишь небольшая часть тех сортов, которые рекомендованы к возделанию. Какие сорта мы испытывали? Вот из того, что здесь есть, по сути дела, с большей частью сортов мы работали. Что я могу сказать? Вот в условиях засушивания до 2010 года сорта, тем более закрепляем, ну вот саратовская 42, сорт 73 года, он экстенсивного типа, но очень устойчив к нему приятным фактором, и в этом году он сработал. Хорошие сорта селекции Ершовской, это вот саратовская селекция, это ЮВ-2, ЮВ-4, значит, хорошие сорта наши, Оренбургские, 13, из твердой пшеницы, вот селекция Оренбургская, она используется только у нас, как в соседних регионах, Оренбургская, 10, Оренбургская, 21. Вот хороший сорт из твердой пшеницы, Безенчугской, 205, зарекомендовал хорошо себя на территории Оренбургской области, это сорт самарской селекции, вот эти сорта. Вот марина, Донская легия, новые сорта, пока я не могу о них сказать, мы еще с ними не работали, они включены в рез с 2010 года, поэтому вот с следующего года поработаем, что будет еще тогда ясно. У вас хотел ответ, у вас было довольно интересное часть лекции про технику, я слышал такой пример, что, скажем, мы с вами в этой территории, но, конечно, не зимой, а уже летом, способны даже брать комбайны, которые будут выбирать удержать. Действительно так, то есть, надо дешить того, что мы можем делать дистанционно или это невероятно звучит, в чем, пока что? Ну, дистанционно, да, это, скажем, условно-дистанционно, все равно человеческий фактор по управлению, он вообще производственный, любой техникой, он определяющий, поэтому современному человеку, который работает на этой технике и предъявляется сверхповышеме требуемое, и он должен обладать всеми свойствами и компьютерными технологиями, и знанием устройства, регулировкой и так далее. Поэтому на сегодняшний день присутствие человека в технике, оно обязательно, потому что он контролирует основные технологические процессы. Да, комбайн может идти с контролирующим устройством, по GBS, прямолинейность обеспечена, но в случае экстренных ситуаций человек должен вмешаться и оставить или, скажем, направить нужный русл, тот, переносит, по логическому. Поэтому присутствие и требования здесь очень жесткие. То есть человек, слава богу, еще нужен? Нужен, и не то, что нужен, просто необходим этих технологий. Можно вопрос следующего плана. Вчера у меня было занятие, ну, занятие перед студентами, перед финансистами, и у нас уже такой вопрос. Каких форм хозяйств есть в будущем? То есть УПК, ООО, ОАО, учитывая то, что техника довольно дорогая, если надо, у фермеров, скорее всего, нет преимущества, но хотя бы какое-то светлое или более-менее светлое будущее, или же в уже прошлом? Нет, здесь нельзя однозначно, например, хранить фермерские, христианские хозяйства, или наоборот, прославлять агрохолдинги крупные, у которых есть 150 тысяч гектар земли, или вот там ИВА, агрохолдинг, 500 тысяч гектар земли. Здесь нет однозначного ответа. Что я могу вам сказать по этому поводу? На сегодняшний день все формы хозяйственные приемлемы, будь это небольшое хозяйство, фермерское хозяйство, крестьянское хозяйство, которые имеют, есть определенный размер. Я, например, считаю, по личному мнению, если фермер имеет в пределах минимальной площади тысячу-полторы-тысячи гектар, в обработке, значит, он работает в семье, там ему помогает сын или ближайшие родственники, или он 2-3 человека нанимает, используя современные приемы, он прекрасно выживает. И возьмите себе агрохолдинг, крупный у нас агрохолдинг, ИВА, который имеет, конечно, более совершенную технику, значительно большее количество, но представляете, и площади, которые они должны, то есть, они приезжают, начиная с юга, или там с запада, и движутся на восток. Это огромная армия, которой нужно управлять. Здесь совершенно другие подходы. Но спрос на рынке зерна, он один и тот же. Цена на стоимость удобрений, скажем, горючий смаз, что потеря на обслуживание, она одно и то же. И если, скажем, тайная форма выживает в этих условиях, она приспособилась, то она вправе существовать. Поэтому здесь нельзя хоронить ни тех, ни другим. Есть золотая середина, скажем, выживают эти и другие. Кто, кто эффективно работает, тот, кто эффективно приспособился к условиям рынка. Спасибо. Отличный ответ. Я же, это удержит помнение. Пока что, никто у нас так не разогрелся, видимо. Все смотрят, на Орожное смотрят, и Атель-Киевский район смотрят. Ну, там, наверное, последняя гранитинская школа смотрит. Последний вопрос такого плана, более технического. У вас у сердефактора в ближайшем раздевании есть такое понятие инсоляции. Что это означает? Объясняю. Смотрите, одним из нерегулированных факторов является солнечная энергия и солнечная радиация. По-другому это называется фотосинтетически активная радиация. Что такое урожай? То есть, урожай — это результат, который мы получаем в результате биологической цепочки по превращению, скажем, неорганических соединений в СО2, как вы знаете, и плюс H2ООООНа получается C6R12-106. То есть, органическое соединение и главным энергетическим ресурсом выступает фотосинтетически активная радиация. Это основной энергетический, скажем, стимул, который мы получаем от Солнца. И вот наша задача человечества по возможности максимально аккумулировать солнечную энергию и урожай. Вот природа нам дает, да, это так устроено на Земле. Что говорят, вот люди, пользуйтесь этой энергией, это фактор нерегулированный, Но если мы его аккумулируем по возможности больше урожая, мы экономим на другие энергетические ресурсы. И вот зеленые растения, культурные растения, это тот материал, который является посредником или связующим элементом человека с постсов. Мы оттуда берем солнечную энергию, превращаем его в органические формы, эту энергию расходуем соответствующим образом, в том числе и для питания. И этим самым обеспечиваем существование человека, выживание. Спасибо, спасибо за ответ. Спасибо за очень интересное занятие. На самом деле, оно очень содержательное. Кто-то пишет, что вопросов не возникнут, но, видимо, все довольно доступно и интересно. Ну, будем надеяться, что если возникнут вопросы, все-таки у них будет возможность прийти к нам в университет, поучить образование и получить хорошее причем образование, чтобы они уже потом выйдут специалистами и будут продолжать дело, которое занимаются и деды, правили, акции. Очень на это рассчитан, учитывая только триста и четыре, которые вы показали, те, которые татара, я уже как резинографа. Второй выход, я получил вам. Хорошо. Спасибо большое, что вы тоже нас смотрели. Надеюсь, что и погода будет нам более согревающей. Но, как иначе, у нас было тепло. Давайте до завтра. До следующего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok